Родился и сразу был увековечен. Его отец, знаменитый советский график, народный художник СССР Евгений Кибрик, делал эти наброски в первые дни жизни сына. Мама, художник Лидия Тимошенко, написала его портрет, едва вернувшись из роддома, и, как гласит фамильное предание, даже не помыв рук. Сам Александр Евгеньевич художником быть не собирался. Мечтал о кинорежиссуре, но неожиданно для себя увлекся языком, его структурой, сложностью и непознанностью. Сегодня на портрете кисти дочери Нины, легенда филологии, крупнейший ученый-лингвист, профессор МГУ, член-корреспондент Российской Академии Наук, отец-основатель уникальных лингвистических экспедиций, известных всему миру. Не новость, что ученые ездят в археологические, этнографические, геологические экспедиции. А вот Кибрик придумал снарядить экспедицию за языком. Это было в конце 60-х, и с тех пор филологический факультет МГУ сложно представить без этих ежегодных походов в труднодоступные районы Сибири, Памира, Дагестана. Он сам был в 50-ти. Глава, организатор, капитан Кибринг, как прозвали его однажды после перехода через Беринга в пролив. Надо понимать, что лингвистические экспедиции для Александра Евгеньевича – хобби. Приятное дополнение к основной деятельности – преподаванию. Но оказалось, что обучение в поле не менее продуктивно, чем посещение лекций и семинаров. Обязательное условие такого метода в том, что исследователь не должен владеть языком, который собирается изучать. – Специфика нашей экспедиционной состоит в том, что мы работаем командой, как группа исследователей, занимающихся одним языком. – Это для того, чтобы веселее было? – Это, ну, в общем, в некотором смысле и для этого. Но не только. У нас есть студенты, есть уже взрослые лингвисты. И есть студенты, которые уже бывали раньше, и есть студенты, которые первый раз поехали. То есть вот эта коллективная работа, она организована в таком иерархическом принципу. Есть кусты, такие главные темы, на которые разбит весь язык. Допустим, фонетика, там, морфология, или там даже более конкретно категория времени, категория числа. Вот этими кустами руководят наиболее опытные. Ну, то есть вот этот вот том, он объясняет, что люди, которые его написали, они этот язык выучили, они его знают. – Они знают модель языка. Сам язык, у нас нет цели научиться говорить на языке. Это совсем другая задача. Это баснословно быстро, за семь недель работы в поле, вот получить такое описание. А я, в общем, немножко знакома с экспедиционным фольклором и вашей экспедиции. Скажите, почему вас называли тираном? – Тираном. Ну, понимаете, начальник, он в каком-то смысле всегда должен быть тираном. Потому что если глупый начальник, то это кошмар. Если это не глупый начальник, то вся большая группа людей работает, так сказать, в одном отряде. Термин синтаксис – это и есть военный строй. Это еще со времен Аристотеля это имя было. Это метафора такая, вот военный строй. Потому что в синтаксе тоже так все устроено. И никаких, если мы вместо того, чтобы действовать, займемся дискуссиями, то мы можем продискутировать и не семь недель, и, в общем, и годы, и все будем на одном и том же месте. Мы принимаем вот эту доктрину и дальше – изволь. – Как сказал Верховный Главнокомандующий. – Да, да, да. – Первопроходцам ведь здорово, наверное, себя ощущать. Я слышала, что аналогам, вот этим лингвистическим экспедициям МГУ вообще нет в мире. Нету. Это я, когда рассказывал своим, рассказывал своим зарубежным коллегам, они были в полном недоумении и восторге, потому что там у них работают над языком только лингвисты-одиночки. И обычно это семейная пара, правда, муж и жена, которые являются лингвистами или даже становятся лингвистами часто, потому что их задача – это перевести Библию на все языки мира. Поэтому вот они приехали, допустим, в Калмыкию, и надо перевести на калмыкский язык Библию. Ну и тут вот есть, тут-то есть сейчас здесь помощники, а когда их нет, то человек всю жизнь занимается вот… Пока он напишет грамматику, пройдет там 30 лет, вот там вот появляется в итоге грамматика. Мы же это делаем вот за такие сроки. Русский язык так не описывал. Вот в чем дело. Как описаны какие языки, назовите их, пожалуйста, правильно, потому что многие даже не слышали таких названий. Можно назвать несколько в качестве примеров? Вот это вот наши языки, да? Вот те, которые вы исследовали. Это, ну, таких 10, 10 грамматик на моем веку. Вот. Такой хинолукский язык, очень язык, относящийся к дагестанским языкам, но живут хинолукцы за главным кавказским хребтом. Арчинский язык, одна грамматика, гадаберинский язык, бештинский язык. В принципе, ваше попадание на филологический факультет, оно удивительно. Во-первых, потому что принято считать, что туда идут одни девочки, это раз. Во-вторых, вы родились в семье художников, и неужели художественными способностями не обладали? Нет. Совсем. Как говорится, я был под паром. Вот, это поколение такое у меня было, что ни я, ни мой брат свободный мне рисовали, и отец очень этому радовался. А я читала в дневниках вашей мамы, что все-таки были детские рисунки. Ну, понимаете, это ж такие были рисунки, но это, ну, такие невыдающиеся рисунки. На уроках рисования мне всегда ставили тройки. Неужели вам на папу не хотелось быть похожим? Ну, я папу почти не видел, потому что папа из мастерской приходил в один с вечера, когда я уже спал. А я вставал, уходил в школу, он еще спал. Поэтому для меня его существование было очень таким виртуальным, нематериализованным. А как родилась ваша мечта быть кинорежиссером? Ну, это мечта, да, была такая мечта. Ну, вот, наверное, это у меня вот именно где-то в основе лежит, потому что кинорежиссер – это профессия, хоть она и творческая, но она очень требующая большой мобилизации и хорошего владения и литературы, и, как я говорю, и всеми полостами культуры. И поэтому, когда я считал, что стать, чтобы стать режиссером настоящим, надо сперва получить какое-то базовое образование, потому что мне сейчас я не могу сесть и писать какой-нибудь сценарию, у меня жизненного опыта для этого нет. Это будут или будет что-то совершенно придуманное, ни из чего, ни следующее, ну, или некачественное. И поэтому я решил пойти на филфак, исходя из того, что вся русская культура, она пронизана античными образами, именами. Когда я поступил, то оказалось, что этому не учат там. Считают, что это школьники уже где-то узнали. А я-то нигде и не узнавал. Я ничем тоже не... То есть зря поступили? Нет, не зря, не зря, потому что... А из этого выросло потом желание заняться чем-то другим, смежным, и вот я стал заниматься лингвистикой. А за что вы любите лингвистику? Еще пока я учился в университете, с 55-го года примерно, был такой бум, связанный с так называемой структурной лингвистикой, и собирались огромные конференции, в которых там участвовало по 500-700 человек, откуда только они брались. Мне захотелось попробовать того же. Вот и все. А когда уж я попробовал, когда уж я в это втянулся, это брак, как говорят, не по любви, а по расчету. Который потом любовью наполнишься. Да, вот это переросло уже в любовь другого качества, мою конкретную любовь. Ну и надо сказать, что довольно многих студентов, которые к нам приходят, тоже удается вовлечь в это же самое состояние, и они становятся лингвистами. На нашем отделении сейчас преподают, а ранее учились 4 членкоры-академики. 4. На одном таком маленьком отделении. Вот. А на всем факультете, где 230 человек учатся, ни одного. Кроме того, что Александр Кибрик придумал лингвистические экспедиции, он один из организаторов первых лингвистических олимпиад для школьников. А точнее говоря, традиционных олимпиад по лингвистике и математике, первая из которых состоялась в 1967 году. И с тех пор кибриковские олимпиады победно шествуют по миру. Их заимствовали и в США, и в Европе. Эти олимпиады начались в 1967 году. И очень большим энтузиазмом этого начинания был математик Владимир Андреевич Успенский. Александр Евгеньевич, а вот интересно, поскольку сейчас так активно у нас внедряется мысль о всеобщем упрощении образования, а олимпиады по лингвистике, они стали тоже проще? Нет, олимпиады проще не стали. Они скорее стали сложнее, чем они были тогда, потому что сейчас на олимпиаду приходит достаточно много школьников, которые не в первый раз идут. И, конечно, в первый раз школьник испытывает шок. Как можно это вообще решить? Удается делать, они очень воодушевлены от этого. Приходят снова. И обнаруживаются такие школьники, у которых есть интерес к этому. Как все-таки связан язык с математикой? Ну, дело в том, что, конечно, язык не связан с математикой вот так механически, напрямую. Вот в математике есть теоремы, леммы, аксиомы. Но олимпиады и вообще все обучение направлено на то, чтобы разобрался математический менталитет. Это стремление к строгости, к выводимости результатов, чтобы к краткости, простоте. Вот такие вот принципы, которых совершенно нет в филологической науке. Что такое человеческий язык? Из каких компонентов он состоит? Ученые сделали еще один шаг в языкознании в 50-е годы прошлого века, когда в СССР начались работы по машинному переводу. То есть переводу текстов с одного языка на другой при помощи компьютерной программы. В США, кстати, такие исследования велись раньше. К сожалению, тоже, как всегда, это бывает. Те первые специалисты по машинному переводу, которые начинали все это, они были оттеснены. И такие ведущие места в этой науке заняли люди, которые ничего такого не умеют и вообще ничем таким не занимаются. Они просто умеют командовать. И так именно поэтому мы до сих пор имеем вот эти вот интернет-переводчики, которые довольно схематично способны переводить тексты. Ну, в общем, дело в том, что машинный перевод в то же время показал, что сами занятия машинным переводом изначально обречены на неудачу. Ключевая мысль в том, что до конца язык просчитать нельзя, и переводчики всех времен и народов могут спокойно рассчитывать на свой кузов хлеба. Да, пока да. Просто нужно, чтобы язык-посредник, который связывает начальный исход, стимул, язык-стимул с языком, так сказать, целью, нужно, чтобы были достаточно хорошо описаны такие разделы лингвистики, лингвистики, которые занимаются смыслом. Семантика эта наука называется. Так надо, чтобы сперва внутри языка переводилось всё на язык семантический, а из семантического вот такой концептуальный, на концептуальный уровень. А вы в это верите, что это возможно? Я тоже верю, только я же не говорю, сколько на это нужно времени. Сколько потребуется, чтобы столько и было у нас. Это очень заманчивое предприятие, и некоторые фирмы сейчас, которые смотрят далеко вперёд, они очень в этом заинтересованы, но они не могут поднять такие огромные средства для того, чтобы этим заниматься. И по прогнозам американским, через 10 лет, главным достоянием валового продукта будет вот этот концептуальный язык. Интересно. То есть это, он будет расти, 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 и, в общем, ничего более ценного не будет, потому что это механизация всего, всей информации, которая окружает человека, которую он создаёт, которую он хранит, которую он передаёт. Вот, то есть это, в принципе, возможно, ничего невозможного не бывает. Но вот нужны очень большие ресурсы, они бросаются совсем на другие цели. И какой-нибудь эта вот долина силиконовая, вот надо было бы, чтобы она была основным ядром, в которое имеет смысл инвестировать, но этого не понимают. А им надо то, что уже завтра можно будет в промышленность кинуть. Ну, а тогда поделки. Каждый раз поделки. Прочла вашу цитату о том, что в скором будущем центр внимания науки должен переместиться с физического мира на мир человека. Почему вам кажется, что это так? Ну, потому что физический мир, то, что окружает человека, и те явления, которые служат ему свою службу, это могут быть естественные фрагменты внешнего мира и артефакты, то, что искусственные объекты, которые создаёт человек, это всё совершенно не затрагивает человека как сущности, как уникального в мире объекта. Потому что язык принципиально отличается от всех других возможных такого рода сфер, как физика, химия, биология, география и так далее, у которых как-то вот есть свой конкретный объект. И эти науки тоже нужны, потому что они облегчают человеку жизнь. Но это всё такая жизнь, так можно сказать, низменная. Вот это тоже физическая жизнь. А есть жизнь духа. И человек, вообще говоря, стал человеком благодаря вот двум основным качествам. Это наличие у него языка и орудий труда. Орудие труда – это вот весь физический мир, вот и физические знания. А язык – это всё то, что накрывает и физический мир, и многое другое. Познать самого себя можно только через язык. И когда наука присытится вот этим физическим миром, орудиями труда, то тогда вот неизбежно центр тяжести переместится на сам человека, на человека говорящего, тот, кто вот владеет всей информацией. Здорово. А по вашим наблюдениям, вот мышление разных народов, говорящих, естественно, на разных языках, разнится ли оно? Разница, но, с другой стороны, в глубоком понимании слова язык, оно универсально. Потому что люди вот на уровне концептов, они мыслят одними и теми же концептами. Они как бы биологически заданы. Конкретные оболочки, в которые помещается это, они могут быть разными. Конечно, любые два слова в двухязычном словаре, которые вы не возьмёте, они окажутся, что они непереводимы друг на друга. У них там разное, то, что можно сказать на русском языке, там нельзя сказать на английском языке, и наоборот. Что-то в английском сливается, там два как бы русских смысла в один смысл, со своей собственной оболочкой. Это всё факты индивидуальные. Они уже относятся... Тут языки различаются. Ну вот в своё время Полунгян издал... Сейчас уже у него есть переиздал, и даже переиздал сейчас книгу «Почему языки такие разные». Мне хочется сказать, почему языки такие одинаковые. Вот. И вот этим лингвистика и должна заниматься. Разные они вот на таком низком уровне знания и одинаковые, если посмотреть в глубину.